Поселение Заболотевское в минувшую субботу стало центром одного из самых популярных в мире видов спорта – тенниса. В открытом первенстве на призы главы сельского поселения участвовали дети младших возрастов, жители Заболотевского и соседних поселений. Они должны прежде всего ощущать то, что представители власти думают о детском спорте, они помогают, они продвигают. Это объединяет и, соответственно, нашу администрацию, наших жителей и наших детей. Поддержать своих детей пришли родители. Семья Пескуновых – не исключение. Три родных брата, и все играют в теннис около четырех с половиной лет. По словам одного из братьев, ему данный вид спорта понравился сразу. Уже сейчас Ваня делает заметные успехи. С чего началось твое пристрастие к теннису? Почему этот вид спорта выбрал? Ну, потому что там много двигаться, ноги больше работают, то есть еще скорости много. И я выбрал теннис, потому что это теннис, ну, прям для меня. И фигура моя подходит, и все для тенниса. То есть у меня и мышцы есть, и все для тенниса. Мама братьев, Александра, уверяет, выбору такого спортивного увлечения детей не способствовали какие-либо обстоятельства. Все вышло совершенно случайно. Конечное результатное лицо – ребята являются победителями многих теннисных турниров и состязаний. Так получилось, что скорее это была забота об их здоровье. Сначала было фигурное катание, потом возник теннис. Это была моя идея, потому что мне кажется, что это один из самых красивых видов спорта. Мне нравится, как выглядят женщины на корте, как они одеваются. И я отдала мальчиков теннис как дополнительный к фигурному катанию. А потом получилось так, что фигурное катание ушло, а теннис остался, и вот возникло такое безумное увлечение. Теннис считается одним из самых зрелищных и красивых видов спорта. Однако, как и в любой другой спортивной дисциплине, в теннисе невозможно обойтись без травм, как серьезных, так и небольших растяжений. Теннис имеет множество нюансов. Один из главных – состояние инвентаря. Теннисные ракетки только на первый взгляд кажутся тяжелыми. На самом деле весит не так уж и много, но сетка должна быть прочной. Теннис, игра динамичная, и удары бывают разными по силе. Организаторы отмечают, прошедший детский турнир произвел положительные впечатления как на игроков, так и на их родителей. Сперва могло показаться, что детям тяжело держать ракетки и отбивать подачи. Оказалось, все совсем наоборот. Прийти к победе им помогла главная цель турнира. Любая цель любого спортивного мероприятия, как и спорта – это пропаганда здорового образа жизни. Прежде всего. Чем больше детей занимается, тем больше детей участвует в соревнованиях, тем больше, соответственно, у нас будет здоровых, веселых и активных наших граждан. В роли призов выступили кубки, медали и грамоты. Руководители поселения надеются, что благодаря подобного рода соревнованиям ряды заболотевских спортсменов обязательно пополнятся.